здравствуйте мои друзья мои дорогие зрители сегодня я хочу рассказать вам о своей подготовке к сервировке и в частности к сервировке к пасхи поэтому поскольку мне очень часто приходится покупать самую различную посуду для каждой сервировки то я стараюсь покупать часть ее гипермаркетах где стоимость ее не такая уж большая но а качество довольно таки хорошее но в основном конечно это касается керамики и стекла самого различного ну и мы с вами сейчас находимся в ленте готовим конечно но цены очень даже цвет сифоне 189 бокалы а вот эти смотрите какие красивые 159 керамика я нахожусь в ленте выбирала подсветок моей звезде сервировки замечательной тарелочки из конакоба с ручной росписью и если голубые тарелки диаметром 27 сантиметров я уже нашла то долго выбирала между светло-коричневыми и темно-коричневыми закусочными тарелками и все же я решила что для светлой пасхи лучше всего подходят светлые тари и вот вы видите конечный результат уже и салфеткой видите на ней кстати тоже птичка нарисована как она этой и с двумя тарелочками наверху самое главное дальше идет закусочная если современную керамику для сервировки я покупаю в гипермаркетах или в одна зоне то звезду этой сервировки купила на авито это редкая каталожная авторская глубокая тарелка семидесятых годов производства завода зиг она чудесно подходит и для салатов и для крем-супов в рисунке присутствует голубой и тарелку для основного блюда я выбрала голубую десертная тарелочка модная каменная керамика бежевого цвета и такого же цвета льняная салфетка с принтом птичек ну а в кружке удачно сочетаются эти два цвета на зоне я купила и эту чудесную голубую дорожку с пасхальной тематикой ну а корзиночки и глиняные фигурки петушка и курочки у меня уже были к задуманной сервировки как нельзя лучше подошел подошли и мой итальянский чайник сахарница кувшин набор для специй из керамики точно такого же цвета как и приобретенные накануне десертные тарелочки такого же цвета как и декоративная курочка и петушок и точно такого же светло-бежевого цвета я воспользовалась и современными золотистого цвета приборами ножами ложками вилками которые вы сейчас видите плоский глиняный горшок для цветов я наполнила землей посадила в него луковицы нарциссов и задекорировала мхом венком сплетенным из лозы и гнездом с яйцами а прямоугольную емкость сделанную из простых веток я решила наполнить овощами ну например чесноком луком порей брюссельской капусты и листовым салатом и поставить это все на задний план решила задекорировать еще одну корзиночку но я проложила пленкой а сверху положила кору сосны чтобы моя курочка и петушок которые должны были находиться в этой корзиночке были повыше ну а дальше я все проложила мхом и установила фигурки предварительно сварила яйца остудила их взяла салфеточку с принтом на ней веселые такие цыплятки желтенькие отделила верхний красочный слой разделила на фрагменты и с помощью перед этим сырое яйцо отделила белок от желтка и с помощью этого белка и кисточки наношу его на яйцо и вот посмотрите что в результате получилось друзья предлагаю вам посмотреть мою сервировку пасхальную которую я сделала в прошлом году она уже с кроликами а я с вами прощаюсь спасибо за все до новой встречи чек милак фу и кетту мистик и не канаве а и мистик Продолжение следует... 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 Продолжение следует...